Добрый день! Ещё раз хочу всех поблагодарить за то, что вы все здесь собрались. Несколько понятий академических, которые касаются в российских рекомендациях по сепсису. Существует локальная инфекция – это наличие инфекционного очага с или без клинических проявлений синдрома системной воспалительной реакции. Бактериемия – это выделение микроорганизмов из крови, является одним из возможных, но необязательных проявлений сепсиса. Обнаружение микроорганизмов в кровотоке у лиц без клиника лабораторных подтверждений синдрома системного воспаления должно расцениваться как транзиторная бактериемия, не связанная с септическим процессом. Сепсис – патологический процесс, в основе которого лежит реакция организма в виде генерализованного системного воспаления на инфекцию различной природы. Септический шок – это наиболее тяжелый вариант течения сепсиса, характеризующийся выраженными циркуляторными клеточными метаболическими нарушениями, которые обуславливают повышение риска летального исхода. Инфекционные осложнения у онкологических больных – это реальная проблема, они развиваются в три раза чаще, чем не у онкологических, и летальность составляет порядка 30% от инфекции у онкологических больных. По литературным данным, частота инфекционных осложнений у онкологических больных достигает 48%, госпитальная инфекция ежегодно требует дополнительных затрат в 4,5 млрд долларов, и частота выделения полирезистентных энтеробактерий у онкологических больных составляет в настоящий момент порядка 49%. И, конечно, на сегодняшний день основная проблема – это граммоотрицательные возбудители. Показатели атрибутивной летальности у онкологических больных от инфекций, вызванных карбопинем-резистентной клепсиелой пневмонии, достигают 56%, а цена табактера баумании – 41%, а при поражении легких – это до 70%, сенегнойная палочка – 25-80%, одногодичная смертность от инфекций, вызванных карбопинем-резистентными граммоотрицательными бактериями у онкогематологических больных составляет 74%. Здесь это российские данные, основные микроорганизмы, которые выделяются в клиниках России, и мы видим, что грамм- минус лидирует. 29% – это клепсиелопневмонии, на втором месте сенегнойная палочка – 19%, на третьем – это бактера баумании, далее – эшерихия коля – 12%, и золотистый стафилококк, только на пятой позиции – 11%. Но все время надо учитывать микробный пейзаж клиники, потому что, например, в нашей клинике сенегнойная палочка не занимает лидирующих позиций в настоящий момент. Микробиологическая лаборатория – это серьезное подспорье для клиницистов, и на сегодняшний день есть множество методов, которые позволяют достаточно быстро сориентировать клиницистов в том, что в этом материале может быть. Это, конечно, экспресс-методы различной окраски с включением флуоресцентной микроскопии, исследование посевов крови с использованием геманализаторов с автоматической системой непрерывного контроля инкубирования гемокультур, в которых имеется флуоресцентная технология, когда время обнаружения возбудителя – от нескольких часов. И использование определенных техник позволяет в случае роста в первые сутки, возможно даже, что идентификация на масс-спектрометре будет в этот же день, если возбудителя – достаточное количество. И в настоящий момент исследования, производимые с использованием современных микробиологических систем, позволяют в течение трех суток производить идентификацию и определять чувствительность микроорганизмов к тестовым антибиотикам. Какие же режимы терапии предпочтительнее? Эмпирические режимы или целенаправленные? Мнения экспертов расходятся в этом вопросе. Вот в одном из исследований. Использование противомикробных препаратов без микробиологического доказательства является частым явлением. И, конечно, тут проблема – это рост резистентности. В одном из исследований, где было изучено 322 пациента, это инфекционное отделение, пациентам было проведено 658 микробиологических исследований и только в третьем был идентифицирован возбудитель инфекции. Это обычная история, что при посеве только в третьем посеве будет получен рост. В целом, 322 госпитализированным пациентам было назначено 1143 антимикробных препарата. То есть, таким образом, только в третьих случаях назначения были основаны на микробиологических данных. Авторы делают выводы, что необходимо свести к минимуму назначение эмпирических режимов терапии и основываться на данных микробиологических исследований. Другая сторона вопроса. По оценкам в Соединенных Штатах, ежегодно происходит 270 тысяч смертей из-за сепсиса и 35 тысяч смертей от инфекций, вызванных устойчивыми микроорганизмами. Начало антибактериальной терапии – это решение, с которым клиницисты ежедневно сталкиваются у постели больного, и это баланс. С одной стороны, несвоевременное начало терапии и риск смерти, с другой – необоснованные интенсивные режимы и возможные осложнения, такие как псевдомембранозный колит, острое повреждение почек, нарушение микробиомы кишечника, развитие устойчивости. Глобальное распространение устойчивости к противомикробным препаратам еще больше усложняет принятие решений об эмпирической антибактериальной терапии и в то же время является независимым фактором риска неадекватной эмпирической терапии и, в свою очередь, риска смерти. Антибиотикотерапия тяжелых инфекций и сепсиса может быть эмпирически или целенаправленной, в зависимости от информации, доступной на момент принятия первоначального решения. Эмпирическая терапия обычно определяется как начальная схема антибиотикотерапии, базирующаяся на основании клинических данных. Целенаправленная – это окончательный режим, схема, выбранная после идентификации возбудителя и определение его чувствительности к антибактериальным препаратам. Эмпирические режимы после получения дополнительной информации должны быть адаптированы к окончательным схемам и или прекращены, если баланс доказательств показывает, что инфекция маловероятна. Таким образом, использование антимикробных препаратов без микробиологического подтверждения с одной стороны нежелательно, так как ведет к росту резистентности. Эмпирические методы лечения распространены, но их необходимо свести к минимуму. Но при этом ежегодно 270 тысяч смертей из-за сепсиса. Таким образом, момент начала терапии – это сложное решение врача. Необоснованное начало – рост резистентности, побочные эффекты. Позднее начало – это риск смерти. И вот на этом графике вы видите красные столбики – это стартовая неадекватная терапия, зеленая – адекватная, и летальность выше в 2,5-3 раза. Таким образом, пациенту с сепсисом, септическим шоком или высокой вероятностью сепсиса антимикробная терапия должна быть начата в течение часа. При подозрении на сепсис, септический шок и в случае отсутствия подтвержденной инфекции необходимо начать антибиотики и продолжить диагностический поиск. И если инфекции отсутствуют, и доказана альтернативная причина заболевания – прекратить эмпирическую антимикробную терапию. Своевременное назначение адекватной и эффективной антимикробной терапии является, по сути, одним из наиболее важных аспектов лечения сепсиса. Это такой некий краеугольный камень. Известное исследование Кумар, которое было опубликовано еще в 2006 году, где было проанализировано 2154 пациента, установило важность своевременного назначения антибиотиков для пациентов с сепсисом и септическим шоком. Каждый час отсрочки введения антибиотиков от момента начала гипотезии был связан со средним снижением выживаемости на 76%. Существует множество других исследований, которые подтвердили этот вывод, в том числе исследования Феррер, которые провели ретроспективный анализ 165 отделений интенсивной терапии в Европе, США, Южной Америке и включили 28 150 пациентов с сепсисом, у которых в 64% был септический шок. В этом исследовании показатели внутрибольничной летальности увеличивались с 1 до 1,5 в случае, если время до введения антибиотиков возрастало от 0 до более чем 6 часов. Госпитальная летальность увеличивалась после первого часа задержки антибактериальной терапии, кроме того, наблюдалось линейное увеличение риска смерти каждый час задержки. Таким образом, в рекомендациях Surviving Sepsis Campaign 2021 года в случае подтвержденной или вероятной сепсис, начало терапии должно быть в течение часа. Возможный сепсис, в этом случае быстрая клиническая оценка и дифференциальная диагностика данного случая. Необходимо начать антибикровные препараты в течение 3 часов, если нет полной уверенности в неинфекционном генезе происходящего. В руководстве по лечению сепсиса и септического шока рекомендуется при тяжелых инфекциях и при малейшем подозрении на септическую природу начать проведение антибактериальной терапии препаратами широкого спектра действия. При выборе режима необходимо учитывать ряд факторов. Наличие инфекций в анамнезе, в том числе госпитальных. Возможное наличие колонизации госпитальными резистентными патогенами, сопутствующие заболевания, иммунологический статус. Необходимо оценить все курсы антибактериальной терапии за последние 3 месяца. Важно оценить местонахождение пациента за последние несколько месяцев. Это позволит максимально снизить риски колонизации госпитальной микрофлорой и с учетом токсономической структуры микроорганизмов клиники выбрать наиболее оптимальный режим лечения. Следует оценить риски наличия метициллинрезистентных стафилококков, Ванкомицин резистентных, линезолит резистентных, ванкомицин и линезолит резистентных энтерококков и высокорезистентные грамма отрицательной флоры. Необходимо проведение диагностики для верификации инфекционного очага до обследования микробиологических исследований. Использование прогностических шкал КВИКСОФА, СИРСНЮС или МЮЮС бальных оценок однозначно рекомендуют в Surviving Sipsing Campaign. Однако в рекомендациях отмечают, что трудно представить алгоритмы или таблицы, учитывающие все необходимые факторы, и в которых полноценно анализируется вся информация. Их нужно учитывать, но это не может являться полноценным стандартом. На сегодняшний день нет четкой замены клинической оценки пациента, учитывающей все известные переменные и факторы риска при выборе терапии. Комбинированная или монотерапия. Здесь тоже множество споров, и, конечно, все это вокруг грамма отрицательных патогенов. Комбинированные режимы по сравнению с монотерапией включают более широкий антибактериальный спектр, синергидные эффекты и снижение риска возникновения резистентности во время терапии. Для штаммов с множественной устойчивостью все чаще используются комбинации для усиления антибактериального действия. Однако, тем не менее, следует помнить, что комбинированные режимы связаны с повышенным риском токсичности, возможностью развития суперинфекций, селекцией резистентности и более высокими финансовыми затратами. По данным большинства рекомендаций, эмпирический режим терапии в случае сепсиса и септического шока все-таки должен быть комбинированным. Это позволит снизить показатели смертности. Комбинации могут быть эффективными, даже если бактерии устойчивы к антибиотикам, хотя объяснить наблюдаемые синергидные эффекты зачастую невозможно. Если известен возбудитель, терапию можно доэскалировать. Однако, как отмечают в рекомендациях, эксперты подчеркивают, что это необходимо делать с осторожностью, так как некоторые подгруппы тяжелых пациентов по-прежнему нуждаются в продолжении комбинированной терапии, и это повышает их показатели выживаемости. Таким образом, для пациентов с сепсисом, септическим шоком необходимо быстрое назначение комбинированного режима терапии, охватывающего все вероятные возбудители для конкретного больного и учитывающего все факторы, которые назывались ранее, включая токсономическую структуру инфекции в клинике, поскольку для этих пациентов нет права на ошибку. Для гемодинамически стабильных пациентов целесообразно проведение более целенаправленной схемы лечения. Это препараты достаточно узкого спектра действия, но, тем не менее, назначать их нужно, опираясь на оценку местной эпидемиологии. И механизмы синергизма антибиотиков – это очень интересная тема, публикаций много, но до конца ничего не понятно, и механизмы до конца не изучены. Но для некоторых антибиотиков пытаются найти объяснение. Так, колистин, который часто является компонентом эффективных комбинаций, увеличивает проницаемость других антибиотиков через наружную мембрану бактерий по детергентному механизму. Этот механизм может противодействовать приобретенной резистентности, связанной со снижением проницаемости мембран для антибиотиков. И это позволяет другим антибиотикам, которые традиционно не считаются вариантами лечения грамма отрицательных бактерий, оказывать свое действие. Добавление рифампицинных к колистину и меропенему приводило к синергидным эффектам инвитера и инвива в отношении полирезистентной синегнойной палочки от сенетобактербаумании, энтеробактериации, продуцирующих карбопенемазы. Синергизм демонстрировался для комбинированной терапии, включающей несколько бета-локтамов, например, эртопенем, меропенем, эртопенем, дорепенем. Эта комбинация применялась против клепсиелопневмонии, продуцирующей карбопенемазы. В данном случае бета-локтамные антибиотики при гидролизе действуют как конкурентные ингибиторы бета-локтомаз. Возможные схемы лечения были хорошо представлены Ириной Николаевной. Это комбинация карбопенемов с колистином, стегициклином, фософомицином, сульбоктам, содержащие препараты в отношении мультирезистентных штаммов ацинета бактербаумании. В отношении синегнойной палочки необходимо использовать комбинации препаратов, обладающих антисинегнойной активностью. Это такие как пипероцелин, тазобоктам, цифтезидин, цифипим, цифрофлоксацин, леофлоксацин, амикоцин, колистин, цифтезидин, авибоктам. И для бактерий семейства энтеробактериация также необходимо использовать комбинированную терапию с включением цифтезидин, авибоктам, амиропенема, полимексина, тигициклина. Стандартных схем не существует, стандартных рекомендаций не существует. В основном локальные рекомендации для каких-то клиник, для каких-то стран. Вот такие комбинации, которые все используют. А так вот, чтобы стандартно было все прописано, такого нет. Инфекционные осложнения у онкологических больных протекают нетипично и включают в себя различные клинические симптомы, синдромы, которые усложняют диагностику и затрудняют принятие решений и выбор тактики. Эпидемиология большинства инфекционных осложнений связана с резистентными штаммами. Иногда сами инфекции могут имитировать онкологические заболевания и прогрессирование процесса, что вызывает дополнительные диагностические и терапевтические трудности. Например, пациенты с онкологическими заболеваниями гепатобилиарной системы часто подвержены развитию острых и хронических холонгитов, что в свою очередь увеличивает риск развития серьезных инфекционных осложнений, и в первую очередь таких, как сепсис. Поскольку билиарная обструкция, особенно хроническая, повышает интрабилиарное давление и способствует перемещению бактерий из билиарного дерева в портальное кровообращение, а затем в системный кровоток. То есть онкологические больные – это очень интересная группа. Хорошо ли использовать все доступные в арсенале виды посевов и тестов? Всегда ли это хорошо для пациента? Чрезмерное использование лабораторных тестов не только увеличивает стоимость лечения, но также отрицательно сказывается на прогностической ценности отдельных тестов и может привести к ошибочному выбору тактики лечения, если в каких-то случаях колонизацию считают как истинный этиологический агент. В то же время недоиспользование необходимых диагностических тестов происходит в среднем в 55% случаев, что может негативно сказаться на больном и замедлить его излечение. Лабораторные тесты становятся все более сложными, а выбор тактики – непростая задача, в которой необходим баланс – сделать необходимые для больного тесты и не делать лишнего. Здесь консультация клинического микробиолога вам в помощь. Междисциплинарная команда с включением в состав клинического микробиолога – это оптимальный выбор для планирования тактики сложным пациентам, что подтверждено результатами многочисленных международных исследований. Выбор оптимальной тактики для пациентов – эскалация или деэскалация терапии приводит к более быстрому излечению, сокращению койко-дней, значительному сокращению использования антибиотиков от 22 до 36%, значительной годовой экономии от 200 до 900 тысяч долларов США, Консультация медицинского микробиолога особенно важна, когда результаты теста на чувствительность к антибиотикам не соответствуют ожидаемым закономерностям. Специалисты, обладающие специальными знаниями, помогут вам оптимально интерпретировать результаты чувствительности и сориентироваться в возможных схемах антибактериальной терапии. Лаборатория микробиологии – это маленький кирпичик в огромной стене, представляющий командную работу. Если все идут вместе, то успех позаботится о себе сам. Спасибо за внимание.